Водители стали более дисциплинированными Из тех, которые мимо проезжали, мы примерно видим движение без маски Наверное, у каждой пятой маршрутки и автобусы, которые здесь ходят Мы совместно с сотрудниками ГАИ и Ространснадзора останавливаем таких водителей И сейчас в отношении них составляется протокол о совершении административного нарушения По статье 26.1 Кодекса административных правонарушений о хозяйственной федерации А что им грозит по этому протоколу? Там степень наказания решает суд от предупреждения до 30 тысяч в данном случае На юридическую санкции 50 тысяч Максимально это до 300 тысяч рублей, но это если тяжкие последствия Тяжкие это если он повторяет и повторяет? Тяжкие, если кто-то заболел, повинял Маски ехал Кроме обычно курил, разговаривал Есть Примерно 2-3 сигнала в день к нам на горячую линию поступают Отрабатываем каждый из них персональную проверку проводим Ну, здесь, конечно, вот эти мероприятия более эффективны Потому что здесь все фиксируется Сразу составляется протокол административных правонарушений Когда нам гражданин пожаловался, что днем кто-то ехал без маски, обслуживал пассажиров Доказать сложно Здесь, как правило, речь идет о разъяснительной работе О каких-то договоренностях больше так не делать Вопрос административного правонарушения Он именно в рамках кодекса оформляется На таких мероприятиях, как сейчас А когда-нибудь такой статистики у нас нет? Согласны, да? Мы составляем протокол административного транспорта и дорожного хозяйства В исключительном случае В том случае, когда нарушения носят грубейший характер Когда они носят сразу несколько нарушений Вот сейчас, допустим, мы остановили таксиста Который ехал без маски с клиентом Ну, он сказал, что только что ее снял Он предъявил эту маску Он показал антисептик Мы ограничивались здесь устным замечанием Я пропустил его